Добрый день, уважаемые коллеги! Как мы все знаем, за последние десятилетия были достигнуты значительные успехи в лечении сарком опорно-двигательного аппарата в связи с внедрением неоадъювантного подхода, который позволил увеличить долю орган-сохраняющих операций, пятилетнюю выживаемость, а также в большинстве случаев добиться полной, частичной или минимальной регрессии опухоли. Золотым стандартом оценки ответа опухоли на предоперационное лечение является гистологическое исследование, которое является фактором, определяющим прогноз заболевания и также последующую адъювантную терапию. На слайде представлена система оценки эффекта предоперационного терапии для сарком костей и мягких тканей. Для сарком костей определяется процентная доля некроза в опухоли, для мягких тканей – процентная доля живых остаточных опухолевых клеток. И, как мы все знаем, первая и вторая степень лечебного патоморфоза считаются отсутствием эффекта на проведенное лечение, третья и четвертая считаются ответом на проведенную предоперационную химиотерапию. Однако гистологическое исследование возможно только операционного материала, не менее важной задачей является определение ответа опухоли после первых двух-трех курсов, когда мы можем зарегистрировать, если лечение было неэффективным, и мы должны сменить тактику нашего лечения. И что нам позволит оценить ответ саркома костей по данным лучевых методов диагностики. К сожалению, изменение размеров опухоли костей незначительно в процессе предоперационного лечения. Исключением являются только опухоли семейства саркома ЮНГОПНЕТ и лимфопрооперативные заболевания. Ориентироваться мы можем на изменение структуры опухоли и качественно оценивать признаки при рентгенографии, компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии. И в помощь нам также функциональные методики – это МРТ с динамическим контрастированием, трехфазная остеосцинтиграфия, где помимо качественных признаков мы оцениваем полуколичественные и количественные признаки. Итак, на слайде представлен пример пациента с остеосаркомой дистальных отделов бедра, третьей степени лечебного патоморфоза. И из признаков третьей и четвертой степени лечебного патоморфоза мы видим появление ячеиста трабикулярной структуры после проведенной химиотерапии, наличие остеосклероза по периферии опухоли и также формирование переостальной реакции по типу полной скорлупы. Магнитно-резонансная томография – это другой пациент, также с остеосаркомой с третьей степенью лечебного патоморфоза. После проведенного лечения мы видим появление участков со структурой губчатой кости, уменьшение перифокального отека после проведенного лечения и увеличение зон с сигналом жидкости. Мы видим это на режиме с подавлением сигнала от жировой ткани. Динамическое контрастирование, которое позволяет нам не только оценить качественное накопление контрастного препарата, но также построить графики накопления и выведения контрастного препарата. И на слайде мы видим как раз-таки исчезновение, контрастирование. Оно сопоставимо с контрастированием с мышцей и смена графиков с, грубо говоря, более злокачественных на доброкачественные. И, как вы видите, то, о чём я говорила, пациент с остеосаркомой, изменение размеров опухоли существенного не происходит в процессе лечения. Трёхфазная сцинтиграфия, сходная по анализу метод с построением кривых, накопление радиофарм препарата, однако здесь сравнивается контрлатеральная здоровая сторона. К алгоритмам. Обязательным алгоритмом является применение рентгеновского метода и магнитно-резонансной томографии для адекватной оценки распространённости процесса. Однако для повышения информативности необходимо применять дополнительно функциональный метод. Это либо трёхфазная остеосцинтиграфия, либо МРТ с динамическим контрастированием. Саркомы мягких тканей, в отличие от сарком костей, изменяются в размерах во время лечения. И также мы можем оценивать изменения структуры по представленным методам. Оценка изменений размеров опухоли, как мы видим на данном слайде, и это подтверждающий признак третьей-четвёртой степени лечебного патоморфоза, уменьшение максимального размера опухоли более чем на 30%, что, собственно говоря, практически соответствует критериям РЕЦЕСТ. При магнитно-резонансной томографии наиболее информативными признаками является уменьшение или исчезновение предполагаемого соленого компонента, что мы видим на слайде, увеличение толщины псевдокапсулы и четкий контур опухоли на всем протяжении опухоли. То же самое с магнитно-резонансной томографией с динамическим контрастированием. Контрастирование после лечения, как мы видим, сопоставимо с контрастированием мышцы и смена более злокачественных типов кривой на менее. Аналогично применяется трехфазная сцинтиграфия. Показатели уровня относительного накопления радиофарм препарата представлены на слайде. И то, что касается рекомендуемых алгоритмов обследования пациентов с саркомами мягких тканей, мы выделили три алгоритма. Первый из них – это магнитно-резонансная томография с оценкой размеров опухоли, с применением магнитно-резонансной томографии с динамическим контрастированием. Аналогичный по информативной использованию только трехфазной сцинтиграфии в предоперационном периоде. Однако при применении данного алгоритма мы теряем анатомическую информацию, которая необходима для хирургов. И третий альтернативный алгоритм, чуть менее информативный – это использование только одной магнитно-резонансной томографии с оценкой размеров опухоли и качественных признаков. И я благодарю вас за внимание. Если есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Продолжение следует... Продолжение следует...